Всем привет! Меня зовут Александр. Я работаю в отделе автоматизированного тестирования на проекте World of Warships. Немного расскажу про систему Jenkins, что это такое, для чего используется и как мы этим управляем. Первая часть доклада будет о том, что это такое вообще, какими понятиями оперирует и для чего использовать ее. А вторая часть про то, как мы этим управляем. Собственно, Jenkins — это система, которая запускает задачи на распределенном кластере. Делает это централизованно. Состоит из двух компонентов. Это, собственно, задачи и агенты, на которых эти задачи будут запускаться. Windows, Linux, macOS — не имеет значения. Применяется для различных Continuous Integration, Continuous Delivery практик. Как пример, следим за системой контроля версий, ждем там какого-то коммита, после этого делаем сборку и выкатываем все это на тестовое окружение. Из чего состоят Jenkins задачи? Это заголовочный блок, где указываются различные параметры. Работа с системой контроля версий поддерживается, самые разнообразные. Триггеры, каким образом будет запускаться эта задача, например, по времени или каким-то другим образом. Например, человек нажал просто на кнопку. Тело задачи, где, собственно, описываются шаги, что будет делать эта задача. Там поддерживаются shell скрипты и разные другие штуки, про которые я расскажу чуть позже, которые делаются с помощью плагинов. И финишные активности. Что мы хотим после этого? Например, у нас задача собирает build. Соответственно, после этого мы хотим получить какой-то бинарники, например, и что-то с ними сделать. Архивируем это и показываем пользователю ссылку. Выполненная задача характеризуется, собственно, номером, логом выполнения и артефактами. Заголовочный блок состоит из параметров. Там можно указать ротирование, как будет происходить ротация логов или артефактов, потому что задача может запускаться там в 10 тысяч раз, накопится большое количество билдов и память закончится. Различные настройки, работа с системой контроля версий, ну, триггеры, как я уже говорил. Выглядит это примерно вот так вот. Имя параметра, допустим, его дефолтное значение, description, который отображается, когда мы будем пытаться запустить задачу. И различные настройки. Тело задачи. Там можно указывать shell скрипты, батскрипты, запуск другой задачи с различными параметрами, которые требуются. Служебные шаги, например, переменные, которые нам нужно загрузить в этот space. Копирование артефактов из другой задачи. Различные действия, которые приносятся плагинами. Все вот это делается с помощью переменных окружений. То есть любой параметр — это переменное окружение, которое мы можем использовать в наших shell скриптах, в других задачах, в каких-то плагинах или в артефактах. Как это выглядит? Собственно, вот shell скрипт, который что-то делает. В данном случае он создает файлик, в котором переменное окружение равно там выполненному этому скрипту. И потом в этот space с помощью специальной инструкции загружается это переменное окружение. А потом запускается скрипт, который уже использует загруженное вот это переменное окружение. Заключительные активности — сохранение артефактов, логи какие-то, архивы, отправление уведомлений по почте с помощью темплейтов, по джаберу, хипчату и так далее и тому подобное. Анализ лога. Если нас интересует, что в логе что-то произошло, как-то на это отреагировать, можем отреагировать, запустить какой-то скрипт, который что-то тоже сделает. Либо запуск другой задачи в конце. Допустим, можем какой-то триггер включить, а этот триггер отслеживает другая задача, которая запустится следом. Есть ли какие-то вопросы по… Да? Насколько хорошо Jenkins интегрировал с TeamCity? Знаешь ли ты… Jenkins и TeamCity — это параллельные системы. То есть, да, никак не интегрировал. Скорее всего, интеграцию можно как-то сделать, но если это требуется. Преимущество Jenkins в том, что он бесплатный, open source, соответственно, все отсюда. Теперь как мы подходим к управлению всем этим хозяйством. Так как это веб-интерфейс, когда задач много, возникает проблема с тем, что менять это все очень сложно. Когда меняется workflow или просто нужно добавить что-то еще. Рассмотрели разные варианты, как можно этим управлять. И нашли проект на GitHub, который используется OpenStack. Попозже о нем расскажу. И который в качестве конфигурации, собственно, самой системы использует YAML. Язык конфигурации. Какие плюсы? Хранение в системе контроля версий. То есть наши файлы всегда, мы видим все изменения, которые кто-то вносил, видим, можем откатиться, если требуется, если что-то у нас не заработало. Легкость изменения и поддержки. Это гораздо проще, чем веб-интерфейс. YAML намного лучше, чем XML для человека, потому что XML — это нативный формат Jenkins, который вы можете тоже менять. И теоретически все будет работать. Теоретически. Работа знакомой окружении. IDE текстовые редакторы всем знакомы, все разработчики и DevOps ими пользуются, и поэтому там есть подсветка синтексиса, и все просто. Ну и различные плюшки-шаблоны. То есть делаем какой-то шаблон, на основе него легко конфигурируются другие задачи. Ну и копипаст тоже поддерживается. Минусы. Так как используется сторонняя тулза, собственно, нужно ее скачивать и устанавливать разработчикам, которые будут поддерживать эту систему. Синхронизация только в одну сторону. Это означает то, что мы сделали конфиг, запускаем тулзу, она через API устанавливает ее на Jenkins, загружает задачи. Но если задача меняется через веб-интерфейс, то эта тулза ничего об этом не знает. Поэтому через веб-интерфейс в этом случае работать нужно очень осторожно. Не все плагины поддерживаются. Допустим, поддержку Allura, это система отчетов от Яндекса, мы сделали сами. Код написан на питоне, там все очень просто, буквально 10 строчек и поддержка другого плагина. Ну, не нативность. Если пришел человек другой в команду, который уже знает Jenkins, то, возможно, у него возникнут проблемы, но было принято решение, что скорее это плюс, чем минус. Собственно, а самые утилиты. Это open source, используется open stack. Очень хорошая документация. По ней можно вообще изучать весь Jenkins со всеми плагинами, не нужно ходить по Google и так далее, там подобное. Там все описано, какой плагин что делает, каким параметром принимает, в каких случаях лучше всего использовать. Запускается следующим образом. Указывается конфиг, в котором указаны у нас параметры для аутентификации. То, что мы хотим проапдейтить наши задачи, которые лежат вот в этой папке. Он рекурсивно проходит по всей папке и все задачи, которые там есть, загружает на Jenkins. Ссылки. Самый общий репозиторий на open stack. Мой, который с поддержкой Allura. И документация очень подробная и хорошая. Пример. Имя. Как задача у нас называется? Defaults. Это поле, которое отвечает за то, откуда будут браться дефолтные параметры какие-то. Не сохраняются рядом. Собственно, то, что будет выполняться. В данном случае это BAT файл, в котором вот такие шаги выполнения. И заключительная активность и архивация вот этих вот всех логов, крашей, там, картинок, джейсонов и других файликов. Сейчас расскажу немного про наш флоу. У нас фича branching разработка. Соответственно, для того, чтобы протестировать игру, нам нужно скачать branch, в котором разрабатывается сейчас версия новая или какая-то отдельная фича, запустить на ней тестирование с помощью end-to-end сценариев, которые запускают игру, эмулируют игрока, кликают мышкой по экрану, ожидают какой-то реакции и, соответственно, таким образом прогоняется тест. Для этого был написан специальный фреймворк, который аналогичен Selenium. Также есть еще интеграционные тесты, которые запускаются конкретно на сервере игры и тоже там делают разные сценарии, которые связаны с тем, что когда нужна большая нагрузка или несколько человек. И все это нужно делать параллельно. В том плане, что, допустим, у нас примерно в разработке находится одновременно 20 веток, соответственно, в день заливается в trunk ветки 3, допустим, и нужно их параллельно гонять для того, чтобы всегда быть в курсе, что там происходит. Весь процесс разбит у нас на маленькие шаги. Это, собственно, задачи, которые у нас есть в Jenkins. Это апдейт для линуксовых агентов, Windows агентов, Linux туда, куда выкачивается сервер, Windows, куда выкачивается клиент игры. Серверные тесты — это тесты с помощью ботов и клиентские тесты, которые вот end-to-end сценарии с помощью нашего фреймворка. При этом вот эти тесты, да, так как они выполняются долго, очень долго, различные, очень много разных сценариев тестовых, поэтому здесь у нас используются три Windows-машины. На данный момент можно больше, можно меньше, в зависимости от того, какая задача поставлена, на которой выкачивается клиент и параллельно запускается игра. Ну и, собственно, сам репорт потом аккумулируется со всех этих тестов и отправляется на почту, плюс создается аллер-отчет. С помощью чего это делается? Делается это с помощью плагина, который называется Flow Plugin. По сути, это DSL Groovy Script. Вернее, это DSL, написанный на Groovy, в том числе там можно использовать сам Groovy. И выглядит примерно так. У нас параллель — это функция, которая принимает множество аргументов. Каждый из аргументов является запуском задачи. Вот оно указано, допустим, задача 1, задача 2, задача 3. И все эти три задачи запускаются параллельно. Поэтому, когда мы запускаем здесь, допустим, три апдейт Windows-машины, Windows-агента, он параллельно начинает выкачивать из SVN. Когда завершается, приступает к следующему шагу. А следующим шагом там у нас какая-то другая задача. Какие плюсы? Сложность в Flow в одном месте, то есть пишется один раз скрипт вот этот вот, и потом его легко поддерживать. По умолчанию в Jenkins'е есть возможность запуска параллельных задач, но проблема с получением логов с них и каких-то артефактов. И получается очень много промежуточных задач, что совсем нам не нужно. Какой минус? Умение программировать, хотя не особо много. По шаблону все легко делается. Ссылки, сам плагин, и к нему дополнение, которое позволяет копировать артефакты задач прямо в скрипте. Пример. Просто константы какие-то, имя задачи, которые мы запускаем. Функция оберточная написана, которая когда запускается, запускает внутри вот эти шаги. Игнорируем выполнение основной задачи. Вот с этими параметрами эта задача будет запускаться. Потом тянем оттуда артефакты, когда выполнилась эта задача. И сохраняем результат в общий контейнер. Такая же серверная. И параллельно они запускаются. То есть клиенты и сервер у нас запускаются параллельно и гонятся. Здесь все. У Jenkins есть еще проблема с тем, что с веб-интерфейсом он не очень человеколюбив, не очень им удобно пользоваться. Поэтому нами было написано Toolza вебовская, в которой указаны, собственно, брончи, которые сейчас находятся в разработке. Статусы, где они сейчас гоняются или не гоняются на тестовом окружении. Здесь у нас имейлы, которым людям отправлять отчеты об этом. Ну и, собственно, различные режимы запуска. Там smoke, regress и так далее и тому подобное. Человек, когда начинает разработку, добавляет в это поле свою ветку, себя в качестве овнера и получает отчет. Что на сегодняшний день? Какие у нас есть проблемы? Проблемы с наглядностью. Где и в какой стадии находится, допустим, идет у нас сейчас апдейт или уже идет запуск теста. Если это тест, то, может быть, там уже третья стадия какая-то. Может, где-то что-то повисло. На данный момент эта проблема у нас не решена и мы над ней активно думаем. Если проводятся какие-то сервисные работы с веб-частью или деплой что-то делает на каких-то серверах наших тестовых, то нужно отключать временно на этих тестовых серверах прогон тестов. Пока это не делается никак. Тоже над этим думаем. И улучшение писем. Когда задача по какой-то причине падает, там стэк трейс явовский, который абсолютно не читаем. И, конечно же, людям это видеть совершенно не нужно. Какие плагины используем? Просто список для тех, кто будет смотреть презентацию. И меня можно поймать, обсудить автоматизацию тестирования. Используем Python No Spy Test. Боты. Это маленькие клиенты для нашей игры. И чуть-чуть веба, на чем написано это приложение. Все. Спасибо за внимание. Вопрос? Почему в Jenkins есть же альтернатива? Я, например, сейчас сравнил с TechShare, зашел в сайт, и там Travis CI выигрывает по кунту. Ну, Travis CI, он поддерживает SVN? Я сомневаюсь. Это во-первых. Во-вторых, у нас все-таки закрытый проект. SVN очень большой. Там в районе, одна ветка весит в районе 100 гигов. Гонять все это по интернету не представляется никакой возможности. То есть все вот эти системы, которые Travis CI и так далее, и тому подобное, которые в интернете очень сейчас активно продвигаются, написаны ногой и так далее, они для такого флоу и такой разработки не предназначены. То есть CSAS, а этот сам? Да, ставится на сервер отдельный, выделенный эта система. Как Team City? С Team City вы знакомы, нет? Правда, но Team City там вообще есть. У Jenkins 500 с чем, то у Team City 17 баллов. А первый Travis CI? Ну, Travis CI, да, подходит, но для веб-проектов, которые на GitHub, например, разрабатываются, такого плана. Понятно. Для игры они, к сожалению, слава подходят. SVN там точно не поддерживается. Привет. У меня такой вопрос. В инфраструктуре ВГ, да, если мы говорим, у нас очень много атласиновских решений. Jira, Confluence, Team City, Stash и там куча всего. Почему был именно выбран Jenkins? Ну, какие у него преимущества между вот этой организованной инфраструктурой, включая там интеграцию с HipChat, там уведомления везде и всегда? Потому что, ну, я знаю, что многие посматривают в сторону Jenkins'а, и мне никто еще не сказал, почему это лучше, чем... Не почему это лучше, чем Team City, а почему это лучше, чем Team City плюс вся эта интеграция? Ну, допустим, на нашем проекте вся интеграция с продуктами Атласина выключена. По простой причине все это очень тормозит, если Jira очень сильно нагружена. Jira нагружена, у нас очень все плохо работает, и никакой смысл в этой интеграции просто нет. И плюс еще в том, что он бесплатен. У нас много агентов, там в районе 10 тестовых серверов, порядка 10 Windows-агентов, и на все это требуется агенты, которые стоят денег. Я чуть-чуть дополню со своей колокольней. У нас такая же проблема абсолютно. У нас тоже Team City, у нас тоже Jenkins сейчас начали использовать мы сами лично. Team City, да, у него платные агенты, они стоят на железный хвост. А если вы хотите позапускать кучу контейнеров у себя на виртуалочке, или у вас есть вот машинка для разрабатки, там какой-нибудь iBook или там Lenovo, у которого 8 GB памяти и 8 ядер, и вы хотите у себя запустить агенты по тесе, что вы собрали, вы можете поставить Jenkins и параллельно запустить там 5 сборок. И это от вас не будет требовать никаких ключиков, никаких других агентов, машинок и прочего, и прочего, и прочего. Еще вопрос. Привет, меня зовут Саша, я тоже с гейминга, в общем-то работал на ДВХ, и мы Jenkins использовали не совсем альтернативно, не совсем по назначению, скажем так, это был наш ETL-тул. Что это было еще раз? ETL-тул, это extract, load, extract, короче, перерывка данных. И очень много, то есть у нас было очень много различных джобов в Jenkins'е, и основной проблемой было это изменение, собственно говоря, этих джобов. То есть у нас очень было много похожих джобов, которые принимали различные параметры. То есть параметры были одни и те же, но значение их было разное, да, и при добавлении какого-то, если там в дальнейшем мы разрывались, ну, как бы двигались и необходимо было добавить новый параметр, мы имели очень большую проблему, чтобы добавить в каждый из джобов. Да, 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 мы тоже сталкивались с такой проблемой, собственно, поэтому было принято решение переходить на какой-то сторонний инструмент. И вот здесь указано, что использование шаблонов, делаешь шаблон какой-то, по которому, ну, в документации все очень хорошо там написано по этому поводу, можно почитать, но это решение позволяет с этим бороться. Да, но ты делаешь копию джоба из шаблона, собственно говоря. Нет, ну, да, в веб-интерфейсе это будет несколько джоб, либо просто если тебе нужно добавить параметр, да, какой-то. Да, но если тебе надо изменить, ты что, меняешь шаблон? Да. И, а, он ссылается. Ну, конечно, это все, это все просто вот YAML файлы, да, которые, шаблон тоже является YAML файлом, который ты правишь определенным образом, как тебе удобно. Да, спасибо. Такой еще вопрос, как у Дженкинса с поддержкой третьего питона? Ну, Дженкинс не занимается этой задачей, этой задачей занимаются агенты, на которых, собственно, Windows и Linux, машины, да, на которых запущен его агент. Если там стоит Python 3, он будет работать с Python 3, ему все равно. Что-то стоит на агенте, с тем он и будет работать. Привет. Можно ли Дженкинсом решать задачу по автоматическому тестированию в случае, когда нужно создать виртуальную машину, протестировать и удалить ее? Да, можно. Ну, конкретно мы, у нас нет такой задачи, но есть плагин, который позволяет работать с виртуальными машинами, он будет создавать вначале или с контейнерами даже, создавать контейнеры, после тестирования его удалять. Да, это можно делать. На самом деле, Дженкинс прекрасно интегрируется как с Вагрантом и всякими виртуальными машинами, так и с контейнерами типа докера. То есть ты можешь себе поднимать пачку контейнеров в расписание и настраивать, чтобы там одни запускались, только если другие успешно прошли и прочее, прочее, прочее. То есть он прекрасно интегрируется. Ну, раз вопросов больше нет, спасибо большое. Спасибо.